Анна Ахматова Для Бога мёртвых нет Сразу после дуэли Александра Сергеевича Пушкина Вера Фёдоровна Вяземская писала в Москву. Он убил Пушкина, чтобы не быть самому убитым, это правда. Но черепица, падающая на дорогое нам существо, не стоит того, чтобы я тщательно её сохраняла. Я её удалила бы из поля своего зрения. Мы делаем так же. Для меня было невозможно посетить убийцу друга, тем более, что ничто не вызывает интереса к нему. Анна Андреевна Ахматова, страница из книги «Гибель Пушкин». Интерес постсоветской литературы к персоналиям диктаторов, садистов-палачей и генералов воровских шаек, то же самое, что и интерес к убийце Пушкина. Занятие, содержательное для психоаналитиков, для литературы пустое. Ведь убийца всегда ничто. Он ранен легко, он женат на женщине, которую никто ему не предлагал, она его выбор. Она выбрана им, или, по крайней мере, его приёмным отцом. Они богаты и не подвержены строгости законам, так что они спокойны за себя. Так же. Они всегда, надо сказать, если не подвержены строгости закона, то богаты. И наоборот, хотя вполне обыкновенно, что и то, и другое. Можно ли назвать это благополучием? Халуйство и антураж. Но какая эпоха, такие смельчаки-герои. «Елка погасла», – произнесла Анна Андреевна с такой внезапной и горестной торжественностью, что я от удивления огляделась вокруг, ища глазами елку. Да, погасла, погасла. Знаете, как это бывает? Скажет человек одно слово, и праздник окончен. Из беседы Анны Ахматовой с Лидией Чуковской 5 июня 1962 года Я сошел с ума из застольного тоста. В ту ночь мы сошли друг от друга с ума, светила нам только зловещая тьма, свое бормотали арыки, и Азией пахли гвоздики. И мы проходили сквозь город чужой, сквозь дымную песнь и полуночный зной, одни под созвездием змея, взглянуть друг на друга не смея. То мог быть Каир или даже Багдад, но, увы, не Варшава, не Ленинград. И горькое это несходство душило, как в воздух сиротство. И чудилось, рядом шагают века, и в бубен незримая белая рука, и звуки, как тайные знаки, пред нами кружились во мраке. Мы были с тобою в таинственной мгле, как будто бы шли по ничейной земле, но месяц алмазной филукой вдруг выплыл над встречей разлукой. И если вернется к тебе эта ночь, ее не гони, как проклятую, прочь, и знай, что приснилась кому-то «Священная эта минута». 1959. Ленинград После войны народ-победитель выражал радость вставанием, как на вечере Ахматовой в колонном зале. «Кто организовал вставание?» омрачился кремлевский оберпалач. «Ужасно попятное движение. Был интеллигент, стал падалью. Сам или дети его распространяют смрад. В смраде гибнет интеллигенция и народ. Равно». Из беседы Ахматовой с Чуковской 5 июня 1962. Ничто не ново под луной. Эта практика известна и ныне. Преследовать после судебного приговора свидетелей защиты, причем не за то, что они будто бы свидетельствовали ложь, а за то, что предварительно не согласовали свои показания с начальством. А шельмовать их в печати, в вечернем Ленинграде и в смене, а потом шельмовать в Союзе, грозить по месту работы. «Ценные открытия в юриспруденции», сказала Анна Андреевна. «Впрочем, ничто не ново под луной. Привет товарищу Вышинскому». Из беседы Ахматовой с Чуковской 9 апреля 1964. «Были мы люди, а стали людьё!» Осип Мандельштам. Не лирою влюблённого Иду пленять народ, Трещотка прокажённого В моей руке поёт. Успеете наахаться, И воя, и кляня Я научу шарахаться Вас, смелых, от меня. Я не искала прибыли И славы не ждала, Я под крылом у гибели Все тридцать лет жила. Анна Андреевна стояла, Слегка опираясь рукой о стол. Она говорила тихим голосом, Но как будто не для меня Одной, а с трибуны. «Сталин», Говорила Анна Андреевна, «самый великий палач, Какого знала история. Чингисхан, Гитлер, Мальчишки перед ним. Мы и раньше насчёт него Не имели иллюзий, Не правда ли? А теперь получили документальное подтверждение Наших догадок. В печати часто встречалось выражение «Лично товарищ Сталин». Теперь выяснилось, Что лично товарищ Сталин указывал, Кого бить и как бить. На профессора Виноградова Лично товарищ Сталин Распорядился на бить кандалы. Оглашены распоряжения Товарища Сталина, Эти резолюции оверпалача на воплях, На стонах испыточных камер. О врачах он сказал министру, «Если вы не добьётесь, Чтобы они признались, Полетит ваша голова». Прекрасно звучит в этом контексте Выражение «Не добьётесь». Я надеюсь, Эти слова будут запечатлены В учебниках, И школьники будут их учить наизусть. Лидия Чуковская Записки об Анне Ахматовой 4 марта 1955 года С момента ареста Начались отчаянные попытки Освобождения сына. Цикл «Слава миру», А фактически «Слава Сталину» Написан «Мастером зловещих предчувствий» Лидия Чуковская Как прошение на высочайшее имя. К архитектору карцерной дисциплины С просьбой освободить сына Она обращается 24 апреля 1950 года. Тот оставляет прошение без ответа. 14 июля 1950 года Министр госбезопасности СССР Абакумов Отправляет оберпалачу докладную записку О необходимости ареста поэтессы Ахматовой. Последний тост Я пью за разорённый дом, За злую жизнь мою, За одиночество вдвоём И за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, За мёртвый холод глаз, За то, что мир жесток и груб, За то, что Бог не спас. 27 июня 1934 Шереметьевский дом Петербурженка Добиваясь решения об освобождении Или хотя бы известия о сыне, В 1955-м она кочует по Москве От Шенгели к Раневской, От Раневской к Петровых, Живёт у Ардовых и Натальи Ильиной. Новостей и решения нет. 11 декабря Анна Ахматова Встречает Лидию Чуковскую Известия не о том, Что реабилитированы Квитко и Мейрхольд. Посмертно. Подруга, не посмев спросить, А сын не услышала. С Лёвой плохо. 10 марта 1956 года Анна Андреевна Ахматова Обращается к председателю Союза писателей Александру Фадееву. Дорогой Александр Александрович, Сейчас я узнала, Что дело моего сына Рассматривается в понедельник, 12 марта. Трудно себе представить, Какое это для меня потрясение. Вы были так добры, Так отзывчивы, Как никто в эти страшные годы. Я умоляю вас, Если ещё можно чем-нибудь помочь, Сделайте это. Позвонить, написать. Мне кажется, что я 7 лет Стою над открытой могилой, Где корчится мой ещё живой сын. Простите меня. Я всем прощение дарую, И воскресение Христа Меня предавших в лоб целую, А не предавшего в уста. 1946. Апрель. Москва. Корчится ещё живой сын. Это тема, Злое мучительство, Ставшее нормой людских отношений, Многолетние страдания Ни в чём не повинных людей, Оказавшихся во власти Организованных и вооружённых мерзавцев. Корней Иванович Чуковский. Литературное чудо. Я сказала, что пересматривать каждое дело в отдельности Представляется мне идиотской затеей. Ведь никаких индивидуальных частных дел В 37-38 годах не было Или почти не было. Тогда истреблялись целые слои, Целые круги населения По национальному, По номенклатурному, По анкетному признаку. То директора всех заводов, То первые и вторые секретари обкомов и райкомов, То пригородные финны, То лица польского происхождения, То все, кто дрался об Испании, То чистильщики сапог, То глухонемые, То все, у кого за границей родственницы, Или кто сам побывал за границей. Ну, конечно. В стройную программу врывался некоторый хаос. Та же бездна поглощала и тех, Кто не угодил местному начальству Или своему соседу по коммунальной квартире. Время для сведения личных счетов Было удобнейшее. Арестованным, Всем без разбора, Фабрика, Изготавливавшая врагов народа, Предъявляла вымышленные И притом одинаковые обвинения. Диверсия, Шпионаж, Террор, Вредительство, Антисоветская пропаганда. Какой же смысл теперь Пересматривать каждое дело в отдельности? В лагеря надо срочно послать Спасательные экспедиции, Врачей, Лекарства, Еду, Теплую одежду, И поездами, Самолетами, Пароходами, Вывести оттуда тех, Кто еще жив. И общим манифестом Реабилитировать всех за раз, Живых и мертвых, Или точнее, Разоблачить самое заведение, Фабрикующее врагов народа. Если станут ясны масштабы и методы фабричного производства, То и изучать каждое дело в отдельности не будет нужды. Лидия Корнеевна Чуковская Записки об Анне Ахматовой Вижу я, Лебедь тешится моя, Пушкин, Ты напрасно мне под ноги мечешь И величие, И славу, И власть. Знаешь сам, Что не этим излечишь Песнопенья светлую страсть. Разве этим развеешь обиду? Или золотом лечат тоску? Может быть, я и сдамся для виду, Не притронусь я дулом к виску. Смерть стоит все равно у порога, Ты гони ее или зови. А за нею темнеет дорога, По которой ползла я в крови. А за нею десятилетия Скуки, страха И той пустоты, О которой могла бы пропеть я, Да боюсь, что расплачешься ты. Что ж, прощай, Я живу не в пустыне, Ночь со мной и всегдашняя Русь. Так спаси же меня от гордыни, В остальном я сама разберусь. 9 апреля 1958-го, Москва Реквием пишут в память умерших, Но я-то остался жив, С обидой говорил Лев Николаевич. Она написала реквием, Она меня похоронила. Невольно вспоминаешь слова Шилейки, Область совпадения столь же огромна, Как и область подражаний и заимствований. У меня хватило ума глупо прожить жизнь, Расписалась Фаина Ранинская. Бывает и так. Мистика эротические, Монастырско-будуарные стихи Ахматовой Из статьи «Художественная литература буржуазно-кулатского окружения» В журнале «Под знаменем коммунизма» 15 октября 1922-го. Ее любовные стихи Такие раскаленно-драматические Из записок Лидии Корнеевной Чуковской. О, что мне делать с этими людьми! Анна Андреевна слушала мою сбивчивую и длинную речь терпеливо и спокойно, Даже не указывая, как обычно, глазами на потолок. Потом заговорила сама с нарочитым бесстрастием. Ваши рассуждения справедливы, сказала она, но лишены трезвости. Вам угодно воображать, что остальные люди не менее вас рады возвращением и реабилитациям, И ждут не дождутся, когда воротятся все. Вы ошибаетесь. Сообразить легко, что если пострадавших миллионы, То и тех, кто повинен в их гибели, тоже не меньше. Теперь они дрожат за свои имена, должности, квартиры, дачи. Весь расчет был. Оттуда возврата нет. А вы говорите, самолеты, поезда, что вы? Оказаться лицом к лицу содеянным? Никогда в жизни. Лидия Чуковская. Записки о бане Ахматовой. 11 декабря 1955 года. Станция. Стрелецкая луна. За Москворечье. Ночь. Как крестный ход идут часы страстной недели. Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле никто, никто, никто не может мне помочь? В Кремле не надо жить. Преображенец прав. Там зверства древнего еще кишат микробы. Бориса дикий страх. И всех Иванов злобы. И самозванца спесь взамен народных прав. Апрель 1940-го. Москва. Юлиан Григорьевич Оксман, пушкинист, историк, литературовед, обвиненный по ложному доносу сотрудницы Пушкинского дома, в беседе с Лидией Корнеевной Чуковской в Большево сказал, «Нюрнбергский процесс необходим во имя очищения нации. Иначе мы вперед не двинемся, и останется то же беззаконие, тот же произвол. Ну, может быть, в меньших масштабах. Но наказывать смертью или тюрмой следует лишь немногих. А всех остальных, причастных к злодействам, следует громко назвать по именам и отстранить от какой бы то ни было малейшей власти. Пусть стреляются сами, пусть дети отшатнутся от них с ужасом, пусть более никогда и ни в чем никто от них не будет зависеть. Пусть они смиренно трудятся на заводах, в учреждениях, в колхозах, гардеробщиками, уборщиками мусора, курьерами, не более того». Я рассказала Анне Андреевне о своем болшевском разговоре с Оксманом. Она ответила, «Да, мы с ним говорили об этом, я с ним согласен». Лидия Чуковская, «Записки о бане Ахматовой», 26 марта 1958 года. Застольная Под узорной скатертью не видать стола, я стихам не матерью, мачехой была. Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько разглядела я, как они горят. Сплетни изувечены, биты кистенем, мечены, мечены каторжным клеймом. В 1991-м, в примечаниях к разговорам весны 1958-го, Лидия Корнеевна Чуковская сообщает, «Через десять лет в 1968-м я рискнула заговорить об этом вслух. Для сам издата написана была мною статья «Не казнь, но мысль, но слово». Еще через восемь лет она была опубликована за границей в сборнике «Лидия Чуковская. Открытое слово. Нью-Йорк. Хроника. 1976». Еще через четырнадцать в Советском Союзе, в журнале «Горизонт», 1989-й, номер три. Затем в книге «Процесс исключения» в 1990-м. Спор о том, следует или не следует разоблачать мертвых и живых палачей, ведется в нашей стране и до сих пор. Сопротивление власть имущих огласки весьма велико. Доступ к архивам ограничен. Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой». Тема люстрации – наиболее болезненная и актуальная тема общественно-политического будущего России. Без решения вопроса люстрации мы вперед не двинемся и останется то же беззаконие, тот же произвол. Оксман был прав. 20 ноября 1998 в Санкт-Петербурге, после повторного внесения в Госдуму Российской Федерации законопроекта о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима, в котором предлагалось подвергнуть профессиональным ограничениям работников партапарата КПСС, штатных сотрудников и агентуру советских и российских спецслужб, была убита правозащитница, историк Галина Васильевна Старовойтова. А вы, мои друзья, последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыдь плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, захлопываю святцы, и на колени все багровы хлынул свет. Рядами стройными выходят ленинградцы, живые и с мертвыми. Для Бога мертвых нет. Август 1942. Дюрмень. 11 мая 1956 года Лев Николаевич Гумилев был признан невиновным по всем статьям. Проведя в тюрьмах и лагерях около 14 лет, поэт и ученый получил справку об освобождении. В графе места следования значилось «Ленинград». Через месяц было отменено постановление особого совещания при МГБ. 30 июля за отсутствием состава преступления было прекращено уголовное преследование. По делу 1938 года Льва Николаевича Гумилева реабилитировали в 1975. Справедливо ли счесть национальным позорам то, чего не ощущает нация? Вообще не ощущает. Уже после доктора Живаго в период травли Бориса Пастернака задумывалась Лидия Чуковская. Ведь для народа такого явления Пастернак просто нет. Записки о бане Ахматовой 30 октября 1958 года. Не было для миллионов и такого явления, как Ахматова. Народ как бы здесь и ни при чем. А кто же при чем? Сами арестованные, что ли, себя за решетку загоняли? Вот и ищи, кто. Это и есть твоя работа писательская. Понимать. Записки о бане Ахматовой. 4 марта 1955 года. За тем, что из 200 советских миллионов, живущих в благости отеческих законов, Пушкин говорил, надо быть заодно с гением. Таинственные невстречи, пустынные торжества. ДАНТЕ НИО БЕЛЬ САНДЖОВАННИ ДАНТЕ ИНФЕРНО Он и после смерти не вернулся в старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся, этому я эту песню пою. Факер, ночь, последнее объятье, За порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятие И в раю не мог ее забыть. Но босой в рубахе покаянной, Со свечой зажженной, Не прошел по своей Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной. ЛЕТО 1936. РАЗЛИВ На днях вбегает ко мне Анечка. Акума, мы проходим враждебные группировки. Там ты и Гумилев. Помолчав, Анна Андреевна продолжала величественно. Позорный столб я нахожу. Без меня как-то не имеет вида. Вы замечаете, Лидия Корнеевна? Записки об Анне Ахматовой. 14 сентября 1957 года. И правда, ей зрительницей быть не удавалось. Душепреображением называет ее поэзию Лидия Корнеевна-Чуковская. Из своего слуха и памяти в душу и память читателя Анна Андреевна Ахматова переносит преображенный мир, который весь расслышан на странице книги. Это чудо преображения вещества в слово, эстетического в этическое, множественного в единое. И было сердцу ничего не надо, когда пила я этот жгучий зной, Онегина воздушная громада, как облако стояла надо мной. На каком языке это произнесено, спрашивает читатель? На русском? Нет. На райском, извлеченном из русского. Пока вы мирно отдыхали в Сочи, ко мне уже ползли такие ночи, и я такие слышала звонки. 8 марта 1958 года. Три письма из Чехословакии от учительниц и еще от кого-то. Эти поздравляют не с 8 марта, а с 40-летием Октябрьской революции, которая освободила чехов и словаков от ермокапитализма, авторы писем сообщают, что Ахматова для них образец советской женщины, просят прислать стихи и пишут, что все они учатся у советской литературы и в особенности у Анны Ахматовой. «Вот поворот, какого ни в каком романе не придумаешь», сказала Анна Андреевна. «Я – образец советской женщины». «Товарищ Жданов, где ты? Такое не приснится, не выдумается». Перед моим отъездом она повторила, «Такой сюжетный поворот и во сне не приснится. Моя оплеванная персона – образец советской женщины для братской социалистической страны. Прекрасно! Все смешалось в доме Обломских». Лидия Чуковская «Записки о бане Ахматовой». «Многое еще, наверное, хочет быть воспетым голосом моим, то, что бессловесная грохочет или во тьме подземный камень точит или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты с пламенем и ветром и водой, оттого-то мне мои дремоты вдруг такие распахнут ворота, и ведут за черною звездой». 1942. Ташкент «Быть воспетым голосом моим!» «Чим голосом?» «Голосом Ахматовой!» «Но чей это голос, который у Анны Ахматовой?» «Откуда этот голос, говорящий по этому?» «Кто есть его источник?» «Он скрыт так же таинственно, как источник света в паспурный день, хотя и пробивается сквозь завесу дыма, тумана, пелену времен?» «То, что бессловесное грохочет!» «Черная звезда!» «Голос, который пропуск в бессмертиях!» «Голос таинственной лиры на загробном гостящей лугу!» «Голос – это личность!» По возвращении из лагерей Лев Гумилёв застал женщину старую и почти ему незнакомую. Изменилась она и физиогномически, и психологически, и по отношению ко мне. Их встреча была холодной. Сын расценил, что без всякого участия и сочувствия невольные свидетели не могли вообразить, как они будут жить вместе. Кто знает, как тихо в доме, куда не вернулся сын. Встречи в наше время тяжелее разлук. «Ты опять со мной, подруга, осень!» Иннокентий Анинский. Пусть кто-то ещё отдыхает на юге и нежится в райском саду. Здесь северно очень, и осень в подруге я выбрала в этом году. Живу, как в чужом, неприснившемся доме, где, может быть, я умерла, и, кажется, будто глядится Суоми в пустые свои зеркала. Иду между чёрных приземистых ёлок, там вереск на ветер похож, и светится месяц от тусклых осколов, как финский зазубренный нож. Сюда принесла я блаженную память последней невстречи с тобой. Холодное, чистое, лёгкое пламя Победы моей над судьбой. 1956. Комарон. Тюрьма нанесла удар, уничтожив отношения матери с сыном. Он был убеждён, что она слишком мало сделала для его освобождения. Она, что нет такой матери, которая сумела бы сделать больше. Карцерной тканью общества объясняется удивительная прочность тюрьмы, нехитрого изобретения, которое бронили с самого рождения. Мишель Фуку полагал, что было бы куда легче найти для тюрьмы более приемлемую замену, если бы она являлась исключительно инструментом подавления в арсенале средств государственного аппарата. На деле тюрьма глубоко укоренена в механизмах и стратегиях власти и на любую попытку преобразования готова ответить огромной силой инерции. Характерно одно обстоятельство, когда заходит речь об изменении режима заключения, противодействие исходит не только от судебного института. Сопротивление оказывает не тюрьма, как уголовное наказание, а тюрьма со всеми её установлениями, связями и внесудебными следствиями. Тюрьма, как узловая точка в общей сети дисциплин и надзоров. Тюрьма, поскольку она функционирует в паноптическом режиме. Мишель Фуку надзирать и наказывает рождение тюрьмы. Тем не менее, в самих процессах функционирования тюрьмы можно выделить два процесса, способных серьезно ограничить её применением. Первый. Французский философ связывал с образованием крупных противозаконностей в государственном или международном масштабе, сращенных с политическим и экономическим аппаратом. Финансовые противозаконности, службы разведки, торговля оружием и наркотиками, спекуляция недвижимостью. Второй. С ростом самих дисциплинарных сетей и приданием им всё более важных полномочий, всё более массовой передачей им судебных функций. Так, поскольку медицина, психология, образование, государственная помощь и социальная работа всё больше участвуют в контролирующей и наказывающей власти, не исключено, что уголовно-правовая машина, в свою очередь, может принять медицинский, психологический и педагогический характер. Август 1940-го. Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Крапиве, чертополоху, украсить её предстоит. И только могильщики лихо работают, дело не ждёт. И тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идёт. А после она выплывает, как труп на весенней реке. Но матери сын не узнает, и внук отвернётся в тоске. И клонятся головы ниже, как маятник ходит луна. Так вот, над погибшим Парижем такая теперь тишина. Пятого августа 1940-го. В 1961-м Лев Николаевич Гумилёв защитил докторскую диссертацию. Перед защитой тишайшая и простая целительница нежного недуга выразила своё категорическое нежелание видеть сына доктором исторических наук и выгнала его из дома. Лев Гумилёв заболел и оправился с большим трудом. У Анны Ахматовой случился второй инфаркт. Навещать её в больнице сын категорически отказался. «Лёва не понимает, как я больна». Я, конечно, давно уже чувствовала, что между Лёвой и Анной Андреевной неладно. Однако чувствовать или услыхать – большая разница. То, что сказано было мне в больнице Анны Андреевной, теперь вполне подтвердила Нина. Лёва и в самом деле верит, будто он пробыл в лагере так долго из-за равнодушия и бездействия Анны Андреевны. Я – многолетняя свидетельница её упорных, неотступных хлопот, её борьбы за него, больше, чем хлопот, то есть писем, заявлений, ходатайств через посредство влиятельных лиц. Всю свою жизнь она подчинила Лёвиной каторге. Всё, даже на такое унижение пошла, как стихи в честь Сталлина, как ответ английским студентам, и от драгоценнейшей для себя встречи отказалась, боясь повредить ему, и сотни строк перевела, чтобы заработать на посылке ему, сотни строк переводов, истребляющих собственные стихи. Лидия Корнеева, Чуковская, записки. Четвёртого января 1962 года. Все ушли, и никто не вернулся, только верный обет у любви мой последний, лишь ты оглянулся, чтоб увидеть всё небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело, тщетно песня звенела нежней, и глаза я поднять не посмела перед страшной судьбою своей. Осквернили причистое слово, растоптали священный глагол, чтоб стиделками тридцать седьмого мыла я окровавленный пол. Прозлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки свои, наградили меня немотою, на весь мир окаянно кленя, обкормили меня клеветою, опоили отравой меня, и до самого края доведший почему-то оставили там. Люба мне, городской сумасшедший, по предсмертным бродить площадям. Я поздравила Анну Андреевну с Любиной диссертацией, передала ей со слов Оксмана, что Конрад считает его великим ученым. «Этот великий ученый не был у меня в больнице за три месяца ни разу», – сказала Анна Андреевна, потемнев. Он пришел ко мне домой в самый момент инфаркта, обиделся на что-то и ушел. Кроме всего прочего, он в обиде на меня за то, что я не разнакомилась с Жермунским. Виктор Максимович отказался быть оппонентом на диссертации. Подумайте, парню пятьдесят лет, и мама должна за него обижаться. А Жермунский был в своем праве. Он сказал, что у Левина диссертация либо великое открытие, если факты верны, либо ноль, факты же проверить он возможности не имеет. Бог с ним, с Левой, он больной человек. Ему там повредили душу, ему там внушили. Твоя мать такая знаменитая, ей стоит слово сказать, и ты будешь дома. Я не мил, а мою болезнь он не признает. Ты всегда была больна, и в молодости. Все одна симуляция. Лидия Чуковская, записки о больни Ахматовой, 1 января 1962 года. В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христова и молитвы причистое слово исцеляет болящую плоть. 1946 фонтанный дом. А с запада несло викторианским чванством, летели конфетти и подбывал Канкан. До 1964 года Анна Андреевна Ахматова была невыездной. В 1964 в Италии во дворце Урсина ей была вручена премия Европейского сообщества писателей Этнота Армина. В 1965 в Англии диплом почетного доктора Оксфордского университета. Согражданам. И мы забыли навсегда, заключенных в столице дикой, Озёра, степи, города и зори Родины великой. В кругу кровавом день и ночь, Далик, жестокая истома. Никто нам не хотел помочь За то, что мы остались дома, За то, что город свой любя, А не крылатую свободу, Мы сохранили для себя Его дворцы, огонь и воду. Иная близится пора, Уж ветер смерти сердце студит, Но нам священный град Петра Невольным памятником будет. Год 1920. «Вы понимаете, – сказала Анна Андреевна, – Оно оказалось для Петербурга, Петрограда, Ленинграда пророчески. Написано оно в двадцатых» Из беседы Ахматовой с Чуковской, 11 января 1964 года. Удивление пророческому слову собственных стихов никогда не покидало поэта. Собственных ли – это жизнь в творческом становлении и ради него творчество, которое, по сути, чудо творства, Когда поэт говорит много больше, Чем есть он сам, Когда говорят поэт. «Забудут?» Вот чем удивили. «Меня забывали сто раз! Сто раз я лежала в могиле, Где, может быть, я и сейчас, А муза и глохла, и слепла, В земле и склевала зерном, Чтоб после как феникс из пепла В эфире восстать голубом» 21 февраля 1957 года. Ленинград. В примечании книги о гибели Пушкина, От идеи написания которой Анна Ахматова отказалась После выхода писем Карамзиных, Когда все уже ясно и так, находим. В письме генерал-адъютанту Карлу Федоровичу Толю, Участнику швейцарского похода Суворова и Отечественной войны, Написанном 26 января 1837 года, Пушкин благодарил за благожелательный отзыв Об истории Пугачевского бунта И выделил мнение Толя об оклеветанном Современниками генерале Михельсоне. «Гений с одного взгляда открывает истину, А истина сильнее царя», – говорит Священное Писание. Пушкин имеет в виду следующее. «И истина велика и сильнее всего, Вся земля взывает к истине, И небо благословляет ее, И все дела трясутся и трепещут пред нею, И нет в ней неправды, Неправедно вино, Неправеден царь, Неправедны женщины, Несправедливы все сыны человеческие, И все дела их таковы, И нет в них истины». Анна Ахматова, страница из книги «Гибель Пушкина» Зачем вы отравили воду И с грязью мой смешали хлеб, Зачем последнюю свободу Вы превращаете в вертеп, За то, что я не издевалась Над горькой гибелью друзей, За то, что я верна осталась В печальной родине моей. Пусть так, Бесполача и плахи Поэту на земле не быть, Нам покаянные рубахи, Нам со свечой идти и выть». 1935